Здравствуйте! Мы продолжаем наш эфир и сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности заместителя начальника налоговой службы Республики Крым Резарий Шатович Альев. Здравствуйте! Здравствуйте! Резарий Шатович, расскажите, какова же сейчас текущая ситуация с налогообложением в Крыму? С момента присоединения в конце марта месяца в Крыму была создана налоговая служба Крыма, она была создана постановлением правительства Крыма и в начале апреля была создана уже приказами из Москвы после того, как был закон о присоединении Крыма, приказом главы Федеральной налоговой службы России было создано управление Федеральной налоговой службы России в Крыму. Мы сейчас параллельно находимся в двух ипостасях и должны плавно перетечь все в управление Федеральной налоговой службы в Россию. То же самое у нас проходит в системе налогообложения. У нас есть наши плательщики, основная масса, те старые плательщики, которые были зарегистрированы по украинскому законодательству. Мы их администрируем в рамках нашей крымской налоговой службы. И есть уже начиная с 11 апреля налогоплательщики российского формата. Их у нас уже порядка 900 юридических лиц и около 300 индивидуальных предпринимателей, которых мы должны администрировать уже с точки зрения российского законодательства. Начиная с 1 июля у нас будет начата перерегистрация наших крымских и украинских плательщиков в российский статус. И постепенно мы будем перетекать в рамки российского налогового законодательства. Так как период перерегистрации продлен до 31 декабря, то в течение этого времени нам придется оказывать административные услуги как российским, так и крымским налогоплательщикам. Поэтому будем находиться в двух состояниях. У нас активно начинается сейчас формирование наших органов на местах. Были органы крымской налоговой службы. Сегодня мы регистрируем наши налоговые инспекции в рамках Федеральной налоговой службы России. Сегодня мы получили приказы из Москвы о назначении начальников инспекции. И соответственно на местах у нас тоже будут пока по два органа параллельных. Но тем не менее бюджет у нас один, крымский бюджет. Поэтому все платежи, которые мы собираем, они идут в наш крымский бюджет. В мае месяце, вот у нас он завершился, мы уже достигли неплохих показателей по сборам. То есть выходим на цифры примерно прошлого года, хотя есть моменты, по которым еще сборы не начались, но они по объективным причинам. Значит, в контексте тех всех вопросов, которые имеют место у налогоплательщиков, у нас начиная с апреля, Госсоветом Крыма принят целый ряд нормативно-законодательных актов, которые регулируют налоговые отношения в Крыму в этот период переходной. Хорошо, давайте перейдем непосредственно к нашей теме обсуждения сегодняшней. Мы знаем, что Государственным Советом Республики Крым в конце мая было подписано постановление, которым регламентируется порядок применения кассовой техники в переходный период. Хотелось бы узнать об этом постановлении более подробно и о том, чего же теперь стоит ожидать крымским предпринимателям. Значит, как нам всем известно, до 1 июня мы находились в системе бивалютной, у нас ходили две валюты. С 1 июня мы все перешли на рубли, поэтому вот к этому моменту уже принято это постановление Госсовета Крыма. Также постановление Госсовета Крыма было принято уже во исполнении изменений в федеральный закон Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Это в просторечии кассовые аппараты, которые мы видим каждый день, в которые принимается наличность при расчетах и которые выдают кассовые чеки. Значит, эти изменения, которые были приняты в федеральный налоговый закон, они позволяют нашим крымским налогоплательщикам до 1 января 2016 года использовать кассовую технику, как украинскую, так и российскую. То есть, на сегодняшний день мы регистрируем аппараты происхождения из этих обоих стран. Есть ли какие-то сложности с кассовыми аппаратами, вот вы говорите, можно украинскими, российскими, но вот сложности в том плане, что уже нет гривны, а украинские кассовые аппараты, они как бы на гривну, правильно рассчитаны? Кассовые аппараты, они являются одной из разновидностей компьютерной техники, поэтому к ним применимы такие нормы, как перепрошивки. Соответственно, их можно всех изменить, их программные комплексы и использовать в работе. Конечно, без каких-либо сложностей. Да, есть различие в том, что у нас здесь к моменту присоединения вся кассовая техника была ориентирована на эквайринговый центр в Киеве, и эта система по российской кассовой технике, она еще не применима. Поэтому мы сейчас даже можем здесь, в Крыму, регистрировать те кассовые аппараты, которые в прошлом, позапрошлом годах были заменены на те, которые имели место в связи с эквайрингом в Киеве. Поэтому все виды кассовой техники мы регистрируем. Мы их регистрируем как на наших крымских платежщиках в зарегистрированных рамках украинского законодательства, так и на российских. Единственное, там есть небольшие различия при регистрации. Если это российский платежщик, он для регистрации кассовых аппаратов в отдаленных местах торговли должен там регистрировать обособленные подразделения своего юридического лица, и только потом этот кассовый аппарат регистрируем. Но эти проблемы и просто такого законодательного характера, они решаемы и преодолимы. Но вот вы уже начали говорить о регистрации кассовой техники, и хотелось бы знать, есть ли различия для платежщиков, которые уже работают в рамках российского законодательства, и для тех, на кого еще не распространяются нормы переходного периода? У нас на сегодняшний день две большие группы платежщиков. Это российские и бывшие украинские, которые здесь у нас в Крыму. В принципе, порядок регистрации абсолютно идентичен. И если, конечно, это российский субъект, на сегодняшний день уже начинает осуществлять деятельность в Крыму, мы его должны администрировать по российским правилам, конечно, у него все должно быть российское. Потому что все эти формы налогового учета, они интегрированы одно в другое. И если он уже выбрал для себя путь, что он будет учет налогов и оплату налогов вести в рамках российских, ему, конечно, нужна российская техника. Те, которые у нас здесь пока на местном уровне, мы им украинскую технику регистрируем и параллельно регистрируем российскую технику. У нас сейчас возникает вот такое мнение, что кассовая техника должна быть везде, и в магазинах, и в супермаркетах. В принципе, сейчас мы переходим на кассовую технику. У нас было такое явление, что кассовая техника применялась повсеместно, где у нас была группа товаров подакцизная, где у нас функционировали юридические лица, и параллельно у нас была сфера, которая налогоблагалась по единому налогу, которую кассовую технику могли не применять. Эти виды налогоблажения, они на сегодняшний день сохраняются, поэтому те же нормы, они у нас как бы тоже сохраняются. На сегодняшний день сказать, что вот повсеместно все должны побежать, и те, у кого не было, нет, этого нет. Все остается в прежнем режиме. Ну вот тогда хорошо. В каких случаях при расчетах наличными деньгами кассовая техника может не применяться? Ну это те случаи, когда у нас единый налог, и платежщик он освобожден от применения кассовой техники. Хорошо, и вот такой вопрос. Будут ли в этом году нарушителям проведения наличных расчетных операций применяться штрафные санкции? Значит, вот в течение периода до 1 июня налогу органы Крыма не выходили на проверки, не проводили никаких контрольных мероприятий, соответственно, не применяли штрафные санкции. Данный порядок, который сейчас принят госсоветом, он нам позволяет начать контрольно-проверочные мероприятия и, соответственно, применять штрафные санкции за нарушение. Тот поток жалоб, который мы сейчас имеем от наших крымчан, мы видим, что действительно на местах за эти два месяца как бы произошло некое непонимание тех процессов, в той части, что имеет место торговля и без лицензии, имеет место факты невыдачи кассовых чеков, поэтому мы на основании того порядка, который сегодня госсовет Крыма принял, мы будем выходить на контрольно-проверочные мероприятия. Данные мероприятия, они гармонируют с нормами российского законодательства, с разъяснениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации о возможности и необходимости проведения подобных проверок. Поэтому я бы призвал наших аналогоплательщиков Крыма привести весь свой учет в порядок, потому что контрольная функция налоговых органов есть и мы будем ее применять. А ведение учета это прежде всего формирование базы налогоблажения, с которой потом должны уплачиваться налоги. Резарий Решатович, ну вот вы сказали о том, что штрафные санкции применяются. А хотелось бы, вот вы еще сказали, что в случае нарушений, в том числе, когда не выдаются чеки, давайте напомним нашим зрителям, куда стоит обращаться. Размер штрафной санкции это пятикратный размер от неоприходованной наличности. Все наши налогоплательщики эти нормы прекрасно знают. Обращаться по вопросам, у нас есть и консультационные службы, у нас есть соответствующие подразделения, которые ведут учет этой техники в налоговых органах и на местах, и здесь в республиканском управлении. Поэтому у каких плательщиков есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда на них ответим. Спасибо большое, что не оставитесь равнодушными, отвечайте и в том числе приходите к нам на передачу. Спасибо. Мы не прекращаем наш эфир, оставайтесь с нами.